Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем готовить меренговый рулет с фисташковой начинкой. Я готовлю в первый раз. Давайте посмотрим, что выйдет. Нам понадобится 6 белков, 300 грамм сахарной пудры, 1 чайная ложка лимонного сока, ванилин, кукурузный крахмал 30 грамм и миндальные лепестки. Давайте приготовим меренгу. Взбиваем белки. Добавляем сахарную пудру, ванилин, лимонный сок. У меня на взбивание ушло 20-25 минут. В конце добавляем кукурузный крахмал и осторожно перемешиваем силиконовой лопаточкой. Друзья, важно добавлять кукурузный крахмал, а не картофельный крахмал. Кукурузный крахмал продается во многих магазинах. Дальше, выкладываем бизе на пергамент и обсыпаем миндальными лепестками. Ставим в духовку на 150 градусов примерно 40-45 минут. В это время, давайте приготовим фисташковую начинку. В блендере взбиваем фисташки, так, чтобы получились кусочками, а не полностью в муку. Добавляем сгущённое молоко и перемешиваем. Приготовим в крем. Хорошенько взбиваем сливки. 20 грамм сахарной пудры. Сливочный сыр маскарфоне. Все, наш крем готов. Достаем меренгу из духовки. Меренга должна быть хрустящая снаружи и мягкая внутри. Переворачиваем так, чтобы миндальная сторона осталась внизу. Даем чуть остыть. Дорогие друзья, оказалось, что весь процесс сворачивания рулета не записался. Я забыла нажать кнопку записи. Очень сильно расстроилась. Но все равно хочу показать, как с первого раза он классно получился. Хрустящий сверху и мягкий, пушистый, как облако внутри. Сейчас я вам подробно опишу, как это делать. Давайте договоримся. Как только этот ролик наберет тысячи лайков, я испеку меренговый рулет и выложу на моем канале, чтобы вы увидели весь процесс подробно. Смазываем меренгу кремом. Сверху выкладываем ягоды и фисташковую колбаску. Как сделать фисташковую колбаску, я сейчас объясню. До этого одеваем перчатки и руками из фисташковой массы раскатываем тоненькую колбаску по всей длине нашего рулета. Все, осталось завернуть нашу меренгу. Аккуратно сворачиваем рулет. При сворачивании корочка может трескаться. Это нормально. Но рулет не должен разламываться на части. Рулет ставим в холодильник на 2 часа. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Будет много интересного.